Обезумевший Трамп пригрозил России третьей мировой В мире все четверее пахнет большой войной. Многие эксперты сходятся во мнении, что очередная глобальная бойня начнется на Ближнем Востоке, где сталкиваются интересы многих влиятельных игроков. Прежде всего Россия и США. И если Вашингтон опирается в регионе на Израиле и Саудовскую Аравию, то Москва выстраивает союзнические интересы с Ираном, с которым у нее общие интересы в Сирии. Аджей Чфитиль Третья мировой способен в президент США Дональд Трамп, который периодически выступает с угрозами в адрес Исламской Республики. Учитывая тесные отношения Москвы и Тегерана, не приходится сомневаться, что жесткая риторика американского лидера обращена в том числе к России. О грядущем конфликте между США и Ираном последние дни наперебой говорят влиятельные американские СМИ. Так, телеканал «Опчнюс» со ссылкой на высокопоставленные источники заявил, что удар по Исламской Республике будет нанесен уже в этом месяце. При этом в одиночку действовать американцы не собираются. Якобы на подтанцовке. У них будут Австралия и Великобритания. Перед первой стоит задача определить цели на территории Ирана, а перед второй – найти объекты иранской ядерной программы. В Тегеране уже готов план действий на случай агрессии. Иранцы угрожают перекрыть транзит нефли через Армузский пролив, через который проходят около 20-30% от всего объема мирового рынка черного золота. Это станет серьезным потрясением для глобальной экономики. По всей видимости, ситуация действительно предвоенная. Во всяком случае, другая влиятельная американская телекомпания, CNN, сообщает об учениях элитного корпуса стражей Исландской революции в Персидском заливе. Цель стражников – максимально быстро перекрыть Армузский пролив, продемонстрировав западу решимость Тегерана. «Намерение Ирана для США и их союзников уже давно не секрет. Мы внимательно следим за этим учениями». «И продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечивать свободу судоходства и торгового потока в международных водах», заявил представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан. Масла в огонь периодически подливает сам американский лидер, разбрасываясь угрозами в свойственной ему эксцентричной манере. На днях он написал в своем твиттер, что если Иран не изменит свою политику, то будет страдать от последствий. В ответ лидер Исландской республики призвал главу Белого дома не играть с огнем. Вероятно, конфликт на Ближнем Востоке не ограничивается исключительно американо-иранскими отношениями. В случае, если в Вашингтоне потеряют остатки разума и все-таки решат нанести удар по Ирану, в войну с большой степенью вероятности окажется вовлеченная Россия. Москва и Тегеран уже несколько лет тесно взаимодействуют на Ближнем Востоке. У обеих стран общие интересы в Сирии и Ираке, что фактически делает их союзниками. Прежде всего это борьба с исламскими радыкалами, кроме того, Тегеран и Москва нацелены на то, чтобы убрать из северной и юго-восточной Сирии и американские воинские контингенты. На данный момент Россия очевидно выгоден союз с Ираном, который позволяет не только добить оставшиеся террористические группировки, но и надавить на американцев и заставить их уйти из Сирии. Разрушать тесные отношения с Тегераном, полагаясь на гипотетическую вероятность улучшения отношений с США и отмену части санкций Москве сейчас невыгодно. А раз так, обе страны находятся на Ближнем Востоке в одной упряжке, и ухудшение ситуации вокруг одной соответствующим образом скажется на положении другой. В нашем случае, удар США и их союзников по Тегерану приведет к ослаблению влияния Москвы в регионе и поставят под угрозу всеполитические дивиденды, которые она получила от вмешательства в сирийскую войну на стороне осада. Вряд ли Трамп, угрожая Тегерану, имеет в вид исключительно Исламскую республику. Месседж главы Белого дома обращенный к России, призывая ее или отказаться от сотрудничества с Ираном, или испытать на себе последствия резкого ухудшения Америка на иранских отношениях. Отказ России от поддержки Исламской республики приведет к тому, что она потеряет своего главного союзника в регионе. На это и нацелены угрозы Трампа. Разрушить весьма продуктивный союз двух государств. Какой вариант действий в этой крайне непростой ситуации выберет Москва узнаем уже совсем скоро.